Привет, бандиты! Специально для вас игруки по самым дешевым ценам, а с промо-кодом Виги еще дешевле, ссылочка в описании. Ох, ребята, всем привет, с вами Виги. Ну что ж, я снова пришел назад. Знаете почему? Потому что оказывается, вот тут вот, в одном ящике, должен быть артефакт. Я уже серию одну записал, но я ее заливать не буду, потому что я все это время ходил и искал долбанный ключ. Знаете где он? Вот он, я вот этого пацана не обыскал. Вот флешка, вот ключ. Вообще, изи. А вот тут находится артефакт. Вот и находится наш артефакт. Орех. Огнем просто, максимальный вес, выносливый, зато радиацию увеличивает. Но ничего страшного в этом нету. Естественно, мы его тоже возьмем. Совместная работа на артефакт. Так, Артем, есть хорошие новости. Артефакт с мертвых болот удалось вытащить. Также мои ребята подогнали мне аномальную клетку. В общем, как найдешь остальше два артефакта, присушивших мне. Хорошо. Значит, по идее, я их нашел. Теперь мы пойдем сюда. Так, еще я хотел бы сходить вот сюда. Вот тут я знаю, что там кто-то должен обитать. А может, кто-то и не должен обитать. Я чуть было заново не начал проходить ресталкер в ту всю серию. Потому что я реально не знал, где лут. Я уже и вот этих всех чуваков поубивал. Потому что я думал, что они находятся у них. Ну, знаете, они ж пиздят. Они ж пиздят все. Вот, поэтому я думал, что они спиздили там ключ или еще что-то. В итоге нет. Пор часа, а то и больше я бегал, бегал, бегал. И в итоге потом решил пересмотреть свою старую серию. И понял, что я просто не всех облутал, как оказывается. О, кстати. Пусто у него. Давайте сделаем сейв. Так, давайте сейчас ходим туда. Ой. Вот сюда. На вот это болото. Тут явно должен быть какой-нибудь артефакт. Ну, написано же, дом на болоте. Значит, там что-то должно быть. Заодно мы сейчас достанем... Нет, не бинокль. Я хотел... Почему граната? Вот так вот. Вот именно вот так вот я хотел. Выключим ПНВ, потому что... Вот, даже два артефакта. Видали, ребят? Даже два артефакта. Так, скорее всего, я понял. Лучше обойти за деревом. Вот, колючечка у нас тут. Нет, я не взял. Колобок! Колобок. Почему я тебя называю колючкой всё время? Кто его знает? Вот это вообще... Бояться мне тут нечего, согласитесь. Так, что у нас дальше? Дом. В этом доме кто-нибудь обитает? А мы сейчас узнаем, ребят. Выключим П-фонарик. ПНВ второго поколения в этом дополнении, ребят, не работает. Даже третьего. Нет, тут никого нету. Или есть? Я только что, кажется, слышал кровососа. Вот этого мне и не хватало. Да, ребят, кто-то тут есть. Ну вот, кстати, сейчас паракуру. Воспользуемся! Есть! Всё отлично, ребята. Мы в безопасной зоне. Нас тут никто не достанет. Сделаем сейв. Это кровосос! Реально, ребят, тут колбитает кровосос. Давайте посмотрим, на что способен винторез. Он ведь мощнее, хоть и разброс у него больше. Ну где-то педрила влазь. Может он подо мной где? Нет, он где-то тут. Ребят, вы увидите? Вон они маленькие, светящие в темноте глазёночки. Ну и где-то педрила. Ой, да ради бога, кого мы боимся, а, ребят? У нас экзоскелет. Всё, погнали. Тили-тили-тарали-вали. Бебать, он мощный. Парочка выстрелов, и пацана нету. Как и не хуе, как говорится. Перезарядим, а что перезаряжать-то? Лоу, а, на один бронированный. Замечательно. Ну нет, спасибо, один бронированный нам не нужен. Так, лады, что дальше? Собственно говоря, тут мы всё плутали, пойдём назад, а это нам... А это нам ровненько вот так. Ну я уже обойду это говнобород, и я не хочу становиться в эти все аномалии. Это ещё помрём. Делать нам это, естественно, не надо. Вот, видите, ребят? Денег мы нафармили. Ух ты. Парень, что ж ты? Не добежал, бедненький? Как тебя хоть звали? Даже никак. Просто, просто текстура. Ух. В общем, ребят, либо мы в этой игре постоянно покупаем себе мега-пушки, при этом ходим, ланшотаемся от всех, да? Либо мы улучшаем себе экзоскелет с бронёй. Котики. Два котика. По одному никогда не входит. Три котика. Пошёл в жопу. Мяу. Ебучие котики, а? Ладно. Третьего я не ожидал. Подвох, согласитесь. Хитренькие, хитренькие падлы. Названия у меня на них нету. Как бы так правильно их назвать. Прям вот как мой кот. В одновременно ёлку трогаю, телебоинку, это и секса хотят. Ну да ладно. Слава богу, он сейчас где-то на кухне сидит. Чё-то там метится, поэтому его, думаю, мы сегодня не услышим. Да, пойдём, думаю, по этой дороге. Я обмазан кокаином, обмазан стимуляторами, гречей и адреналином, поэтому так, на псевдопсов мне тут ещё не хватало. Сколько вас тут? Две штуки. Такое ощущение, что... Ты вообще себя хорошо чувствуешь? Так-то лучше. Как говорится, не упал, да? Давайте, дорежу. Бабусики мне нужны по любасу. Порезали, порезали, порезали на кусочечки. Ох, перезарядочку сделаем. Пулик у нас на всю жизнь хватит, я так полагаю, против этих... после этих бандитов. Да, сейчас мы уже почти подойдём. Я думаю, воспользоваться услугами вместо... ебать, пацаны, кто там такой? Мне там враги показаны. Бандюги! Ни хрена себе. Парни, я в курсе, что тут банда целая сидит? Как это я вас все время обходил? А как это вас все время обходил? Поваляйся, поваляйся, тоже поваляйся, тоже поваляйся. Нифига у парня там... Что-то тут очень больно, явно. Хорошо, когда у тебя магазин большой, да, ребят? Пострелом, пострелом берём. В животик, в животик. Так, кстати, у меня мало ХП. Воспользуемся аптечкой. Наши артефакты, конечно, могут и умеют, но всё-таки лучше старой доброй аптечке ещё никто не помогал. Регенерация ХП сейчас у нас вообще просто ультра. Ебать ты подклался, опасный парень. Всё? Смельчаков больше нет? Охереть. Не, ну я, конечно же, сейчас вас всех полутаю, пацаны, вы уж извиняйте. Что у тебя? Пулемёт у пацана был. Господи, нашёл я себе пулемёт. Просто местный бандюга с пулемётом, ну охереть теперь не встать. Ну чё, парни, сейчас вас полутаю. Какие тут опасные бандиты бегают, ребят. Согласитесь. Приносимый вес, потому что уже 118 кг, я могу это натаскать и без стимуляторов, поэтому опасаться мне тут нечего, но я не думаю, что у них что-то будет вкусное вот прям в доме находиться, потому что, как вы знаете, ребят. Тут нету ничего, ни в каких сундуках, к сожалению. Вот у них тут что-то, по идее, должно было быть, но его тут нет. В этом старкере, если что-то где-то лежит, то только по какому-то заданию. И, кстати, по поводу здания. Трошка с тайниками. Трошка с тайниками. Раз тайник, два тайник, три тайника. Понял. Вот видите, сколько ты там ползал, переползал. Ты там все равно ничего не найдешь. Пока ты не найдешь нужные тебе тайники. Ладно, все, валим отсюда в долгу. Кстати, по поводу пулемета. А ничего, такая маза, согласитесь, сейчас это все разрядить, разрядить. Дигвы тут всякие, пистолеты. Разрядить, 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 разрядить. Нормальненько, нормальненько такое пулеметная лента. Можно, на самом деле, что-то с тобой сделать. Как видите, у него точности намного повреждения. У пулемета, то побольше повреждений. у нас смысл намного повреждений, если нам нужно точно попадать. Ну, согласитесь, вот, реально, всю игру ты бегаешь, как говна, кусок с этим АК. Сделаем сейф. Как он нас быстро устает. Что у нас голос, пацаны? Так, ну, ладно, лады. Поэтому сейчас продадимся. В общем, пацаны, вы вообще в курсах, что у вас там бандюги были совсем рядышком. Я там всю деревню вынес за вас. Ублюдки вы. Ой, ночь, тьма, 3 часа ночи, скоро рассвет. Я уже посплю до 8 утра. ПНВ третьего поколения тут отстой какой-то полный. И, кстати, я смотрел данная сфера М12. Если уж покупать, то покупать лучше, опять же, здесь у пацанов, потому что она тут стоит 38. Мы покупали за 43. Но вообще, естественно, лучше ее найти там в тайнике за бесплатно. Так что, если кто-то будет эту игру у себя проходить своим каким-то способом, знайте, это там находится. Также ключ находится у бандита. время, как я. Так, ну, ты ПНВ можно включить. Угу, молодец. Хорошо. Теперь нам пойдем, пройдемся через вот эти два тайничка. Я, пожалуй, их полутаю. Мне очень интересно, что там может быть, что они мне запихнули туда. Я думал, круче ничего не найду. Оказывается, а вдруг там, прикиньте, экзоскелет мега какой-нибудь. Мда. Что тут? Вышка, вышка. Вот сейчас, вот тут будем искать их всех. Если я не ошибаюсь, да, вон там псевдопес гоняет. Ну, пускай все ходят, господи, делов мне до него. Пока он мне не мешает, и я ему не мешаю. Разойдемся, как у моря корабли, да? Я тут, кстати, как-то шел, псевдопес меня не трогал. Так он своих ублюдков наплодил там бесчисленное количество. Знаете, он копии свои делает, которые потом исчезают, когда они по ним попадаешь один раз. А они меня тоже не атаковали. Довольно такой забавный момент на самом деле был. Я так понял, где-то наверху, сверху, где-то сейчас нычка его ная валяется. Бандосы. Вот прикиньте, тут бегали бандосы, они где-то заныкали тут что-то. Как-то надо наверх залезть. Сто процентов она сверху. А вот тут у нас, кстати, может быть и снизу. Ладно, вот у нас вход наверх. Прямо так вот свернемся. Вон там еще повыше можно залезть. Выносливость, конечно, у меня. А, тут тупо пули. Ничего интересного, просто пули. Ладно, хорошо, я думал, что-то более дельное будет, на самом деле. Ну, пули. Пули тоже нужны. Чего уж там? В колесе? Банк с едой. Не густо, не густо. Круче того тайника пока что с военным лутом. Я ничего не находил. Ладно, пойдем к долгу, продадим всякую хрень. Бабусики нам нужны, естественно. Булемет ПКМ, конечно, крутой. В Дейзи бы я с ним побегал, но не тут. Вот реально, я бы с ним побегал в Дейзи, но не тут. Он хороший, не спорю, можно отдать на мертвые. Можно отдать деньги, его затюнить, возможно, уменьшится отдача, но не настолько все-таки сильно, как согласитесь, у этого парня. хотя, блин, у него повреждения как надо быть. Только посмотрите на него. Какой красавец. О, только, кстати, с ним не такой-то маневренный. Вот как я кручу вот этот прицел, вот посмотрите, и вот как вот с этим пулеметом. Он очень тяжелый. Сколько ты, батенька, бесишь? Десятку. Представьте, вот ты с десяткой так с легкостью бегаешь, да? Твою мать, я тебя чуть не пришил. Ходит он тут. Пугает всяких. Ну, там, походу, посрать сел, реально, а мы его встретили. Извини, иди в кусты лучше, куда-нибудь более укромное место найди. Ходит тут всякие. Сулут, потом попадаешь, блин. Ой, ладно, сейчас все это говно продать. Винторез, в принципе, но... Повреждения, кстати, у него как у пулемета. Удобности, точность у него минимум, но, с того, основные аккаунты затюнены, да? И, да, вы понимаете, о чем я. Можно его тоже затюнить, и будет он, конечно, замечательный, но вот мы как-то всю серию оббегали вот с этим молодым парнем, он мне еще ни разу не отказывал, так что я не вижу смысла пока его менять. Хотя, полемет дело такое. Стреляли мы уже с него, стреляли, вы помните. Так, лады, что я хотел, вот это все говно сейчас продам. Давай, на минус забирай, каких-то там 3000 может, вот прикиньте, сейчас со всего этого 3000 какие-нибудь заберу. Ну, сколько, 2000, хорошо. Сколько стоит пулемет? Должен долго стоить. Тысячу, да! Именно тысячу я и хотел за пулемет. Ты серьезно, мужик? Ну, какая тысяча-то за пулемет? Так, лады. Все, что я тут на куколекарс этих пацанчиков, вот это тоже забираю, вот это я по заданию продать не могу физически, поэтому, вот это, кстати, что? А, нет, не надо мне это. У меня все лучше, вот реально, самый топовый артефакт, ребята, просто ищем пузырь, и все. Он тут, походу, забагованный какой-то, неправильно, неправильно работает, реально. Что я тебе только что отдал? Винторез? Винторез, вау. А что можно за место винтореза-то реально взять? Ну, продай мне винторез, пулемет этот ПКМ, да забирай. Итого у нас сколько? 34 тысячи, что можно взять за 34 тысячи? СВД есть. Да нет, дорого, дорого будет, тюнинки, пули, у нас все есть, реально, забирай все. 36 тысяч у нас все в плюсе, винторезы эти, конечно, классные, но они без прицелов. На прицел для винтореза я так и не смог найти. Увидимся. Да и не нужен тут, реально, тут обычно сидерешь на обличной дистанции, это вам не с Баратом тем бегать. Баратом, конечно, да, отжигал, ребята, как надо быть. Ладно, я поспать хочу, надоело мне бегать днем. Оружие за спину, в принципе, да, давайте уберем, не будь, ах, че это, куда это, я не туда пошел. Тили-тили-тролевали, сейчас, наверное, жрать захочу, стимуляторы все потеряю, которые мне нереально восстанавливают всю мою систему, но зато лучше днем пойду, не могу с этой зеленкой бегать больше. До 9 утра, 4 часа поспим немножечко и пойдем по нашим сталкерским делам. Ой, стимулируйте. Ладно, не забудь. Ничего интересного, цианюки. Сделаем автосейф. Ну и что ты хотел? Что ты теперь хочешь? Мне теперь к тебе подойти надо, да, я так понял. Вот, кстати, там еще данычка, мы ее тоже сейчас прочекаем, на всякий случай. Сейчас мы воспользуемся услугами телепорта нашего проводника. если мне память не изменяет, по-моему, услуги у него там где-то Кассиарис стоит, но же Д500. Но деньги у нас есть, не страшно. Это нам сэкономит колоссально кучу времени. Вот что. Так, вот он, этот молодой человек. Проведничок наш. может меня свести за 1000? Да погнали, господи, чего ж там ждать? Как сразу удобненько, наверное, еще сразу к базе телепортанет. Ты ведь к базе меня телепортанешь? За 1000 не меньше, не больше, точнее, только к базе. Давай вот, к базе. О, удобно. Так, ну ладно, я сейчас сначала вот эту хрень зачекаю. Наверняка на крыше где-то. Тут мы эту хрень убивали, надеюсь, она больше у нас не рестница. Может, тут чё заныкано? В печке, в дымоходе. 100% я отвечаю, на самом верхнем этаже в дымоходе будет. Или вот тут, вот так вот реально, просто тупо спались на самый верх. Как я тебя сразу не приметил, хотя я ползал сверху, обратите внимание. Вот тут вот будет, да? И что я нашел? 200 патрон для пулемета, заебись. О, оп, о, ничего, ничего, в экзоскелете еще никому не вредило падение с такой высоты. Сколько вы, батеньки, весите? Прилично они весят. 4, ладно, давайте, подойдем. Ладно, 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 я спрячу я пушку твою, как хочешь. Ну что, док, несуйте мега-круто артефакту. Артефакту номер один просто нереально увеличивает приносимой выносливости вес. Второй нам вообще просто радиацию, радиация в ней жить можно будет. Вот как тот чувак, что там стоит. Привет, брат. Привет, так, ну что ты хочешь? Так, я по поводу артефактов. Да, да, сферу артефакта достал, вот, держи. Так, давай их сюда. Создание артефакта займет некое время. К счастью, у меня случайно есть специальные приборы, с помощью которых получится объединить артефакты. пока я буду заниматься для ты, сделай для меня одно дело, в конце концов я тебе очень сильно помогу. Действительно, за одно и время сократишь. Хорошо, что тебе нужно? В общем, у меня должна быть одна встреча с заказчиком. Видишь ли, заказчик дорогой, а денег нету. В общем, к чему это все? Я хочу, чтобы ты убил его и забрал голос. Заебись. И он будет думать, думаешь, что так сделка приду я. Так что, ты с этим разберешься. Из меня стрелок никуда, а ты с этим справишься. Просто убить и все? Ладно, ладно, хорошо. Изи! Изи! Давай только где-нибудь тут. Да, тут. Что-то, простите, красненькое такое было. А, это бочка была, показалось. Так, ну что, нам, нам, да, нам сюда. Сейчас мы ради этого дела 35 тысяч. Может, гранату тупо закидать? Сейчас мы сделаем мегасейф. Мега пизделка. Вот так вот мы сохранимся. Хотя, наверное, там, как обычно, сейчас 2-3 пацана будет никудышных, которые ничего не могут. 7 с чем-то килограмм не сует. Непонятно на чем. Съем вот эти тушеночки. Сейчас давайте обожремся до посинения. Ну, давай, давай, как ты долго их ешь. Вот сколько она повышает? Больше всего, да? 611. Что-то это больше. Тоже съедим. Мне просто интересно, если я по максам фигану выносливость, насколько она будет улучшать. Еще одно. А, больше она, кстати, не повышает никак. Только вес увеличивает, уменьшает, потому что банки уходят. значит, я им их, соответственно, что? В пустую. Ладно. Вот этот вот батенька Ака. Что тут у нас? Наверняка на выход тоже какие-нибудь тайники есть, которые никак не появятся пока от их. Блин, куда я пришел? Ой, тут типа радиация должна меня убивать, но она меня на самом деле не коцает. А смогу ли я перепрыгнуть, с разбегу? Ну, мне просто интересно, я должен это сделать? Я ж мастер прокурора, даже вот... Ой, какая у нас выносливость, вообще просто фулейшая. Сейчас просто чувак обмазанный придет. Еще можно кокаиниум? Кокаин, давай, кокаин захуячим. Кокаина давай. О, сейчас штырить начнет, и можно еще стимулятор какого-то, что у нас? Комплект выживания нет, комплект выживания мне не интересен, оп! Вот так вот намного лучше. Так, ну и что? Сейчас там будет махач у нас, да? Так, он внизу, в низиночке. Слушайте, какой тут обрыв нереально крутой. Так. А, ну да. это все? Это все, парни, на что вы способны? Я вас с гавна калашнику въебываю. Три пацана. И пулешки у них, кстати, ну, я бы не сказал, что они крутые пушки. Я думал, там может, FN фолла какие-нибудь F2000. Не? просто вот это вот крутой парень. Вот, кстати, про что я и говорил. F2000. Пушка, кстати, классная. у нее все, кроме темпа огня замечательная. А темп огня тюнется. Вот эта пушечка, я понимаю. Можно тебя перезарядить? У меня пули для тебя-то особо и нету. Нормальненько, нормальненько. Побегаем-ка мы с ней. Такая классная пушка, на самом деле. Ну, единственное, что, опять же, вот с этой я могу вести очень приятный ближний бой и танковать. Мой костюм позволяет мне танковать. Вот с этой я могу более с дальней дистанции. Вот уже на такой. Нормально. Выносливость у нас как надо быть. Давайте сейчас продадимся, потом к доку сходим. Надо всякое говно продать. F2000. Слушай, у нас бабла хватает. Давайте оставим. Почему бы и нет? Хоть какая-то пушка у нас будет, а на денег стоит. Да, кажется, я сейчас починю, уродненький. Я иду, я иду. Да, кормили свой пришел. Ремонт, значит. Трохи меня там покоцали. Надо меня отремонтить. 6000. Блин, я сейчас бабло отдам на ремонт от этой хуйни на самом-то деле. Ну ладно, успеем мы еще затюнить. Удут проблемы, пожелания, обращайся. Да, 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 это я знаю, это я знаю. Сейчас мы еще продадим всякую ненужную лобу день. Ти летели. Сэлюши, да? Забирай, забирай, вот это все говно, забирай. 200 пуль вот этого говна для пистолетиков. Ну, у нас изи-мот, как говорится, у нас тут все легко добывается. Только пушки очень дешевые. 30 пуль у меня на него есть? Ну, я не знаю, я просто побегаю, я посмотрю, как он смотрится, если мне не понравится, я его отдам. Один магазин, пускай в нем на всякий случай будет. Ну, шо, док, я сделал для тебя дело. Так. Опа. А куда это он слился? Не понял прикола. Хитренький такой, что ли? Слушай, что-то нас док наябывает. Что там у нас по заданию? Медик не оказался на своем месте. Нужно вас спросить в лагере, может узнать, куда он делся. Вот это вот интересно уже. Слинял с нашими артефактами педрила. Вот ненавижу этих медиков. Не знаешь, куда пропал медик? Без понятия. Слушай, не грузи, а? Чувак, вон главный стоит его и спрашивай. Только с главными тут разговаривай. Ладно, хорошо. Тут еще один у нас чувак главненький сидит. Может, он все знает. много. Давай парочку берем, а? вряд ли что интересное расскажу. Не прелюбодействуй. Иди-ка ты лучше с главной побеседой. Не торгуйся. Иди-ка ты лучше с главной побеседой. Может, куда медик попал? Так, я видел одним глазком, как он пошел на восточные постройки. Может, он все еще там. И да, если ты его искать, собираешь, то скажи, чтобы не шаштал в одиночку, где попал. А то какие-нибудь... Обязательно, обязательно я ему скажу. просто с пушкой такой сидит в наглую. Ого, чувак. Жаль, не разговаривались мы с тобой. Что ты там делаешь, парень? У меня сейчас с тобой будет долгая беседа. Ну-ка, иди-ка сюда. Сейчас FN Fall опробует твою задницу на месте. Док, ты меня наебать решил? Или что? Док. Сейчас, нуфигасе резко в инопланетянина превращается и на зарелки улетает. Покарти показывает, что он снизу. Кстати, говоря. Да, что-то я не... видать. И на карте он у меня тоже не отображается. Док. Опа! Что ты тут делаешь? Ты должен быть на складе. Я как вас оттуда встретил твоих ребят. И они очень дружелюбные оказались. Ага. Вот как. А я тебя недоценирую. Надо было прикончить тебя еще в Иксу-17, когда еще была такая возможность. Значит, наемники в лаборатории тоже ты их тут делал. сука. так. Так может ты мне объяснишь, что тут происходит? И зачем ты отправил еще наемников по мою душу? Неужели нельзя было с ними как-то договориться? Так. Может быть и могли, но видишь ли, мне тоже нужен этот артефакт. Какое совпадение? Не находишь? Еще после твоего похода в лабораторию я понял, что ты не отступишься и не отойдешь. И пойдешь на многое, чтобы заполучить этот артефакт. Вот только он мне нужен. Куда больше не тебя? Значит, ты просто воспользовался ситуацией и не боишься после всего за то, что ты... Что я прошел? Так. Что-что? Обидеться с тобой я не хочу. Это правда. Но и ты меня пойми. Мой друг попал под выброс и чудом выжил. Надолго ли? Он просто станет ходячим зомби. Но с этим артефактом я могу ему помочь. Но я знаю, что тебе нужен этот артефакт, чтобы помочь своей сестре. Но поверь мне, ты сделаешь все только хуже. В каком смысле? Разве Скорок не лечит от болезней? Это правда. Скорок их может исцелить все болезни. Вот только есть один нюанс. Артефакт может лишь исцелить все болезни, которые наградила зона. Более того, использовать его можно только один раз, после чего он просто превратится в пыль. Почему я должен верить тебе после чего ты сделал? Так, ты и вправду не должен мне доверять, но знай, что от твоего выбора зависит из жизни нескольких людей. Так, хватит это объяснить, если не хочешь. Давай этот артефакт. Ладно, так уж и быть, отдам тебе этот руку. Адам дам сюда! О! Это вот этот он, Осколок. Так, хорошо. Ну и что теперь? Поговорить с другом. Так, ну, мы сделали запись. Мне будет потом просто интересно, что будет сейчас сделаю так и так. Поэтому знаете, что сейчас сделаю? Сейчас мы загрузим вот эту мою автозапись. Сделаем все по-быренькому то же самое. вот. Вот. Сейчас мы по-быренькому его опиздюляхаем. Выбор у него там значит говорить нету. Турун-турун-турун-турун-турун-турун. Тили-тили-тролливали. Так, значит, делаем сейв. Выбор. Мне просто интересно. Я хочу посмотреть две концовки. Да-да-да-да-да-да-да-да. Нихуя себе он больный! Ты чё, парень, попутал? Зажим его, зажим он меня нахуячил. Мне так дело не пойдёт. Я сейчас его гранаточкой ёбну. Так, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бессмертная скотина! Как это я вот так от хрена чёрта? Вот кто мне скажет? Да, блин, просто зажимом сейчас уйдём. Не будем напрягаться. Зажим всегда работает. Не, надо с ним поговорить, чтобы задание сработало. понимаете? Вот у меня, видите, у меня мало хп. Надо срочно юзать аптечку. вот я и живой. Ну и я ещё одну заюзаю. Чё-то мне как-то нереально сильно покоцал, согласитесь. Винторезик у него, кстати. Как надо быть! Вот это я называю пушкой. Вот, вот это намного лучше будет, чем мой фал. Так, воды. Мы только что сделали задание, и теперь нам нам надо отправиться вот сюда, ребят. Ну пошли, чё ждать-то? Сейчас сразу исходим. Тихим ходом мы идём, надеюсь, кабанов никакой фигни тут нету. Есть. А да и хрен с ними. Больно вы мне, ребята, интересные. Сейчас мы идём к другу. Артефакт у меня есть. И прибабли я. Нормальненько я такой. Я такой, знаете, нормальненький из зоны выйду. Вот так окоцают меня. Нереально больно. Ну вала спидрила. Вот суки. Будут знать. Будут знать. Артефакт у меня лечит. В смысле? Котики? Сегодня все решили на меня напасть или что? Поваляйся, поваляйся, Трохи. У меня ответственное задание. Мы сейчас идём к Саньку. Артёмка идёт к Саньку. Вот реально это прохождение для Артёма Зачева нужно было. Он не захотел. Он решил проходить Fallout. И в итоге что-то он его тоже не проходит. Ну да ладно. Делаю его. Как хочет. Поговори с другом. Да, вот мы идём. Что у нас? Стимуляторы работают, блин. Выносливость в этом экзоскелете травнище порная. Ну да, я как бы понимаю, что у меня тут усилитель, все дела. Винторез вал котнутый. Не, винторез вал всё-таки лучше. Мне он больше нравится. такой чу-чу-чу-чу-чу-чу. О, слышали? А я не слышал. Шучу, конечно, я тоже слышал, но всё-таки он тихий, он очень тихий и мощный. Его вот затюнить можно. Вот он будет в самый раз замес снайперки. Fnfall кстати тоже можно взять, да и сделать из него замес стакан. Ну, блин, пули, вот всё укладывается в пули. Вот эти пули я нахожу, а те пули я не нахожу. Вот и вся разница. Вот этими пулями они дешёвые, мощные, никого не мешают. Так, сейчас на базу к сталкачам обычненьким мы идём. К родненьким пацаны, мы идём, мы идём. Санька, я иду. блин, жалко никаких телепотов нету. Можно было сейчас конечно какие-нибудь скрипты, читы использовать, да, там. О, господи. Нехорошо своих есть, нехорошо, нехорошо. Надо вами заняться, ребята. Всё, всех, всех. Я вас даже лутать не буду, потому что что-то как-то уже близится, как-то конец игры уже. В итоге вот реально, вот смотрите, ребят, если вот я всё обыскал, я реально оббегал всё, и всё, что нам хватило, это на улучшение экзоскелета. То есть вы реально выбираете, либо мы успеем пушку хорошую себе сделать, либо хороший экзоскелет. Я всё-таки пошёл через танка играть. Ну смотрите, по мне стреляют, вот с хорошей пушкой вы так же будете косить, серьёзно. Вот напали на вас резко мутанты. Ну что вы мне сделаете? Блин, как фризит-то в этой локации не по-детски. Напрягает даже на. А у Кэма тоже хороший урон. Пуль много, дёшево, и мы танкуем с лёгкостью. В обычной ровённой курточке, которая у нас была до этого, мы бы так не сделали. Да-да-да-да, прячу, прячу, прячу я пушки. Привет, брат! Ай, кому это? Подожди. кругом сплошная. Так, привет, ещё раз. О, Санька! Отлично! Привет, ещё раз, спасибо за то, что помог мне сюда добраться, но теперь мне нужно обладать на большую землю. Не поводишь мне... Раз ты так говоришь, значит, ты всё искал. Да, мне удалось искать осколок зоны, так что теперь мне нужно возвращаться обратно к сестре. Давай как можно быстрее. Так, вот как. Ну и что же, помогу тебе, конечно, правда, с тобой я пойти не смогу. У меня самого намечательного дельца, но это уже моё дело. Ты зайти к бармену, он обычно... Так, хорошо, вот как, ну спасибо, бывай. Бывай, Санька. Куда это нам к бармену? А, к бармену, это сюда. Ну, привет. Бармен, беру вход, бармен. Столько раз с тобой говорил. Я от Сашкин сказал, что ты поможешь мне покинуть зону. Хочешь покинуть столь прекрасные места? А зря. Скоро как раз откроется сезон охоты на мутантов, было бы весело. Как-нибудь другой раз, мне нужно вернуться на Большую Землю к сестре. Ну, раз так надо, так только покинем зону, так, хорошо, я готов, отправляемся. Точно готов? Погнали. Ну, вот и закончилось мое путешествие. Старкер помог мне выбрать из зоны, после чего я отправился к сестре. Я помог одному сталкеру на кордоне, теперь он с хорошей снарягой небольшой комплект отправился покорять глубь зоны. Ну да, мы ему помогли. На, тут рассказываются мои действия как в Фоллауте. аномалии в тоннеле, неизвестные мутанты, отсутствие выбросов, все это как и осталось загадкой. Они утверждают, что это пределы зоны, а другие доказывают, что это существование неизвестных. Я каждый день желаю, что отплавлюсь в зону. Так, так, я каждый день жалею, что отплавлюсь в зону. Так, что теперь артефакт, но придумал все, артефакт не помог. Что, простите? Я сбился и не успел прочитать. В общем, ребят, нажмите на паузу, почитайте. Ну и что дальше? Я ничего не жму и жду. Так. Так, создатель мода, понятно, все, мы прошли, хорошо. Красивая заставочка, загрузить. Так, ну, я еще разочек загружусь, я не успел прочитать, что там сеструха было, мне просто интересно, вы мне извините, пожалуйста. Затупил, я что-то затупил по полной. Ну, давай ты грузись по-быстрому. Так, бармен, бармен, бармен. Бармен, привет, брат. Нет, Сашки, готов. Нет, выходим. Так, вот сейчас у нас идет загрузка, последнюю фразу я не успел прочитать, минуточку, буквально минуточку, это я видел. на всякий случай еще раз пересчитываем, если кто не успел. Ну, тут рассказываются все мои действия, то есть, что я сделал, что я не сделал. То есть, в принципе, неплохо, мы никого лишнего не поубивали, единственное, что мы там военных поубивали, они и так красные. Хуже не стало. Реально. Так, вот сейчас наше нужное задание будет. Каждый день я желаю... Артефакт не помог моей сестре, более того, она умела, умела в муках. Она кричала, и я ничего не смог сделать, я только мог смотреть, и ничего больше. Друг Григория, как все стало? Ясный! Артефакт не помог. Это плохая концовка. Артефакт не помог, она умерла в муках. Вот так вот, ребята. Значит, скорее всего, сейчас выберем второй вариант. Да-да-да, я хочу все... Да-да-да, хороший мод, хороший мод, ничего не спорю. Мод замечательный. Графон топовый. Вот, реально, в этом моде графон топовый. Доступны все предметы. Но, единственное, что с прицелами какая-то возня, что-то я не особо понял, как их улучшать. А второе, это очень мало тут зон. Ну, и вы поняли, то есть я прошел сталкач за чуть-чуть серий. Он коротенький. Да-да-да, да-да. Ладно, так уж и будет, забирай. Спасибо тебе, главное, что ты сделал правильный выбор. давай уже иди, пока я не передумал. И? А, нам по-прежнему туда. Ну, нет, я хочу узнать, я хочу узнать финал, поэтому, ребята, давайте сейчас мы мы поняли, то, что артефакт не помог. Он никак не помог, наша сеструха откинулась по полной. Вот такой вот у нас замечательный мод был с выбором, но я хочу видеть две финальные концовки данного мода. Вон там ходит, сука, Василий Кровосос ходит. Ходят, бегают, педрилы. Хотя мне один человек написал, что у меня есть способность, точнее, прибор один, который позволяет снимать прицелы, но он мне только позволяет их снимать, а не одевать. Ну, в этот раз даже Василия и Петеньку мы не трогали. А вот котики, скорее всего, сейчас на меня нападут. Хотя, может, они не будут слышать, сейчас мы нет, он все еще идет. Вон Василий. Ох ты, педрила мелкая. И этот дядь, как, не, напали, напали. Ладно, я понял, я вас понял. Я вас понял. Не, они решили отойти. Ну, надо им оставить что-нибудь вкусненькое. Видали, как кот полетел? как там котик полет шмеля. Реально. Воды погнали дальше. Пустая зона в этом моде, пустая. Я не скажу. Тут, да, тут есть мутанты, но они постоянно респавниться в одних местах. Вот, их убил, поспал, а там опять две штуки. Вот тут вот нет никого. То есть, реально, локации пустуют. Маловато заданий, хотя у нас конкретно у нас история была именно об этом. Куда уж нам больше придумывать. Мы же не Чернобыль спасаем, не проходим, согласитесь. Это же не оригинальный мод, где там пыхтела вся команда, а тут один чувак сидел. Один-два чувака сидело над этим модом. Какая-то там пользовательская, добродушная команда, которая за это никаких денег не получила, ничего. Так что, парни, мод у вас классный. Реально. Можно уже было все остальные локации открыть. Хуже от этого бы не стало. Мы бы там побегали, что-то узнали, да, и спавн мутантов какой-нибудь более рандомненький. Это единственное, к чему я придеваюсь. Но графон в этой игре, именно в этом моде самый топовый. Предметы все у нас присутствуют в игре, даже с модификациями, всякие барреты, да, то есть все можно купить у всех, замечательно. Ах, да, из минусов то, что в сундуках ничего нет. То есть обычно в сундуках можно было там бинтик, говно какое-то найти. Тут ничего нет. То, что старкеры тырят у друга, когда ты их там убил, они там свободно отплатят себя обыскать. Это ничего плохого там нет, так и должно быть. То есть так и должно быть все. Ну, что, я теперь сюда не залезу? Ну, в смысле? Ты уж давай, барин, барин, залазь. Ребята, я иду. Я отдал артефакту. То есть, с одной стороны, реально хотелось бы забрать эти факты. И доктор такой поганец, да? с другой стороны, сделаться таким добродушным и не спасти сестру, но не каждый бы выбрал, согласитесь. А тут, оказывается, вот мы узнали финал. Ну, вот я решил спасти сестру, в итоге она так, санька. Да, да, да. Так что, и привет еще раз, спасибо. Нет, артефакт, который ты искал, не поможет моей сестре. Так что я решил отдать его одному человеку. этому артефакту куда важнее, чем мне. Ну, могу бы попробовать использовать артефакт, вдруг бы он помог твоей сестре. Впрочем, в чем... Да, твои дела. Возможно, ты и прав, может быть, он и помог. Ладно. Мы уже поняли суть разговора нашего. Давай, братан, я от Сашки домой хочу идти. Итак, финал номер 2, ребята. Да, я помог наше путешествие Старкер, помог мне выбраться из зоны, после чего я отправился к сестре. Ну, это мы знаем, то, что мы этому чуваку помогли. Он такой реально хорошо стал одет в шлеме таком же, как и у меня, а сидел такой там с дробовиком. Отдали, отдали мы ему дробовик, все равно от него проку 0, да и продавать мы его, кстати, тоже не могли. Зона аномалии тут тоже все непонятно. то, что она такая же осталась. Возможно, потом мод какой-нибудь там с докторами будет. Возможно, потраченное в зоне время было в пусту, однако я ни о чем не жалею. Моя сестра жива и лишний раз рисковать я не хотела. Я также помог Григорию и как вскоре стал развешиваться, он с своим другом стали путешествовать. Ну, вот, собственно говоря, нужно быть таким супер-пупер добрым и отдать ему артефакт этому доктору. Не напиздел доктор. Доктор молодец. Ну, собственно говоря, вот две концовки. Мы прошли Сталкач. Большое спасибо, что смотрели меня, ребята. Мои плюсы и минусы этой игры вы тоже слышали. Вот, создатель мода Crazy Ext. Ладно, ребята, большое спасибо, что меня смотрели. В группе ВК будет голосование какую следующую игру мы с вами будем проходить. И, собственно говоря, вот на этом все. Все, ребята, спасибо, что смотрели меня. Всем пока. Субтитры Субтитры Субтитры